Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, у них напрочь отбиты мозги и стерта память. Знаете, вот как какой-то фильм, как там память стирали, проводя какой-то, я не знаю, штучки типа пальца перед лицом, только шпок, и память стерта то ли на неделю, то ли на год. Так вот у расистов, да? Да, там еще за большими насекомыми такими бегали, что-то выбило у меня из головы, как этот фильм назывался. Да, американские. Но память стирали, это самое главное, а не насекомые. Так вот, что интересно, значит, на России вот приблизительно такая же сейчас картина наблюдается, массовая потеря памяти и потеря совести одновременно. Что я имею ввиду? Очередной брык, который я даже не могу каким-то образом объяснить, и как это вообще возможно. Оказывается, в Барнауле есть Сталин-центр, сама по себе дикость. Барнаул это Сибирь, Сибирь это место ссылки тысячи тысяч людей, если не говорить миллионов, да? Да, в сталинские времена, где просто на конвейер было поставлено, как в Освенциме, уничтожение людей, да? То есть Сибирь сталинского времени и Освенцим это просто, ну скажем так, ну ГУЛАГ будем говорить, не Сибирь, а ГУЛАГ. Ну ГУЛАГ это в основном Сибирь как раз, да, северные там районы, плюс Сибирь. И получается, что там, где Сталин массово уничтожал людей, ему ставят Сталин-центр. В Барнауле замечательно, просто, да, великолепная, да, такой момент. И знаете, что они решили там делать? Они там на поток поставили спиритические сеансы по вызову духа Сталина, с того света, чтобы с ним поговорить и посоветоваться, что делать. То есть, вот вдумайтесь в уровень кретинизма, внуки, ну или правнуки, тех людей, которые были уничтожены Сталином, в концлагерях, в ГУЛАГе, самым зверским образом замучены, разорваны семьи, то есть, ну, творились неимоверные зверства в отношении их предков. Эти люди сейчас, значит, а, ходят в Сталин-центр, а, б, участвуют в спиритических сеансах по вызову его духа. Ну, это просто, знаете, не укладывается в голове, не укладывается в голове уровень духовного обнищания этого народа, духовного идиотизма и абсолютной амнезии, да, то есть, потери памяти. Ну, это, поймите правильно, то, что сейчас делают в Барнауле, это можно было бы сравнить, если вы знаете, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, это кощунство такое сказать, но вот если бы евреи приехали в Освенцим, или еще какой-то, в Биркинау, или какой-то еще из фашистских концлагерей немецких, и начали бы вызывать, там, дух Гитлера, или Бормана, или что-то типа этого, да, евреи такого в жизни не будут делать, или израильтяне, да, они станут таким заниматься, да, никогда в жизни, но для русских нет, вот абсолютно та же ситуация, абсолютно, да, он их уничтожает, а они вызывают его дух, молятся ему, что они там еще делают, это, конечно, катастрофа, это просто еще один такой штришок, их уже тысяча этих штришков, да, но вот еще один небольшой штрих к портрету так называемого русского народа, они ненавидят Бандеру, который им ни хрена не сделал, который боролся за независимость Украины, да, но все они знают, что он их убивал, он такой страшный, ужас, Бандера, у них, да, у них язык вываливается, челюсть до пупа отваливается от ужаса, а Сталина, они, значит, который перерезал полстраны, который перерезал их предков, вы ж кричите, деды, и вы дедов любите сильно, вот он наших дедов резал и отправлял на забой массово, то в ГУЛАГе, то в бессмысленных мясных атаках во время Второй мировой войны, а вы ему памятники ставите и, значит, спиритические сеансы организовываете в Барнауле, Господи, прости.